Ну, во-первых, Александр Александрович, спасибо большое, что вы организовали эту встречу, у нас на руках документ, который мы отпишем сегодня. Уважаемый господин ректор, я вас и ваших коллег, очень рад приветствовать сегодня в РГБУ. Может быть, это ваш первый сюда визит, не первый, да? Мы были конференции здесь, в 13-м году. В 13-м? Наверное, вы еще ректором не были тогда, или в РГБУ? Нет, нет, не был, да. Ну, хорошая традиция, только не в 10 лет, а можно каждый год сюда приезжать. Большое вам спасибо. Мы действительно придаем приоритетное значение нашему сотрудничеству с вашей страной, с Индией, с вашим университетом. И у нас есть целый ряд договоров, около 10-ти, с различными вузами Индии. И, должен сказать, что мы хотели бы с вами тоже организовать сотрудничество, работать. Мы учитываем, что вы человек, конечно, выдающийся, преподавая русский язык, литературу в вашем университете, конечно, больших высот уже достигли. И есть ученики, как я понимаю, да, аспиранты, бакалавры, да, индестранты. Конечно, это все-таки потрясающе, несмотря на то, что в Индии очень хорошо к России относятся, но, тем не менее, ректор университета просто наш человек. Вот, большое вам, я шучу, конечно, вот, большое вам спасибо за ту огромную работу, которую вы проводите по изучению, распространению русского языка, литературы. И недаром, недаром у нас сотрудничество во многом, конечно, посвящено с индийскими вузами русскому языку, литературе, переводу, переводу ведения, наверное, международным отношениям, да. К экономическому образованию, истории, в том числе, филологии. Это очень важно. Мы хотели бы продолжать это сотрудничество с вашим вузом тоже. Все-таки не надо забывать, у нас есть внутри университета Институт филологии и истории. Он очень крупный, серьезный. Я уже не говорю о центре. В центре южноазиатских исследований, которые все это координируют внутри РГБ, Александр Штолеров, конечно, серьезно очень этим занимается. Вы знакомы, видимо, достаточно давно. В 17-е годы. Да, это очень важно. Это очень важно. Это сотрудничество, филология, литература, литература ведения, лингвистика, Институт лингвистики очень большой. Перевод перевода ведения и там, и там существует. Все это мы можем на благо нашего сотрудничества поставить и поставить очень серьезно. Конечно, и международные отношения, и история, все это тоже мы можем совместно с вами развивать. Нам это очень интересно. Очень интересно. И хотелось бы, чтобы это рамочное соглашение, которое мы подпишем, было бы работающее. То есть за этим бы стояли и обмены, и конференции, и центр наш был бы занят здесь по полной программе. Я думаю, здесь хорошие связи. Наверное, все-таки студентов из Индии у нас должно быть гораздо больше, чем сейчас. Они все закончили обучение, правильно? В этом был выпуск. Вот тогда все правильно вы делаете, надо этот выпуск новый наладить и организовать. Большое еще раз спасибо за то, что вы нашли время прибыть сюда. В рамках, наверное, это визит как-то, это директора. Это да. Отдельно и на конференцию в Питере. Это потенциально тех, кто преподаватели русского языка в литературе. Ну, огромное, наверное, спасибо Московскому государственному университету имени Ломоносова, где вы учились и осваивали русский язык. Мы с ними очень хорошо сотрудничаем, развиваем отношения. Поблагодарим ректора Садовничева, Виктора Антоновича, в случае при встрече приближайшей. Ну, вот я коротко бы ограничил свое выступление, если вы, господин ректор, хотите, мы будем еще что-то сказать, мы вас внимательно слушаем. Потом Александр Александрович. Спасибо вам, что вы нас так сердественно приняли. Наш университет не очень старый. Восами. Ну, были институты, которые были по инженерному технологию и фарма-стическому кафедру. Они давно работали. Но университет, основной в прошлом году, как университет. А я качество во-тохнователь, ректор университета. До этого еще я работал вектором в университете, открытого университета, а сам, где был дистанционный. Только дистанционный был. Да. А до этого еще я работал профессором в университете Гуахатю, где на кафедре иностранных языков. Столица Ассан. Тоже там, город Гуахатю. Там я работал профессором, как это, иностранных языков. Учился я в МВУ в Геню, в городе Геню, где я начал изучать польский язык. Это в 89-м году. А в 89-м я приехал в Москву учиться здесь, в стажировке, а потом... А сколько лет учились здесь, в Москве? А я стажировку делал один год в Институте Русского языка имени Пушкина. Потом поступил в Индию как аспирант. И до 99-го года я учился. А потом еще... После этого я еще работал 2 года здесь. А потом в 97-м году уехал в Индию. Постоянно работал в университете, как профессор. Зря уехали. А мы с Александром Александровичем уже давно знакомы. А он еще знакомый в МВУ. А, Сергей Демитрович. А, Сергей Демитрович. Сергей Демитрович, да, он еще раньше здесь знакомился. Да, может быть, Сергей Демитрович встречу организовал. Ну, он подумал, да, конечно. Подумал, что он у нас все время на дистанционном сейчас работает. Приболел немного. Да, я знаю. Вот мы с ним давно знакомы, еще с Индирой знакомы. С Индирой? Вот они почти каждый год к нам приезжают. Я их принимаю сегодня в университете Гохоти. Потом вот это же дистанционное университет. А потом вот в прошлом году я их на всем университете. В университете Гохоти через Канзархуджи. А у нас практически, ну, стараемся. Ну, у COVID-19, ну, еще раз, да. А у нас в университете Гохоти СЕСТ по факультете Гохоти. Там отделение технологии, фарнастические, компьютерные технологии, управление, гуманитарных наук и еще есть у нас этот милицейский. А гуманитарный в целом, да? Гуманитарный в целом, это факультет. Там есть политология, социология, экономия, английский язык и иностранный язык, японский и французский. Пока еще русский язык не добавили. Ну, надеемся, что будем добавлять русский язык. А у вас отдельно медицинский, отдельно фармацевтический? Да, отдельно. Вот, конечно, Индия сейчас просто великая страна в фармацевтике. И в медицинском отношении. У нас очень много вашей продукции фармацевтической в России. Да, очень много. Ну, в нашем университете основной вот этот фармацевтический, очень хорошо работают они. Вот ребята, там они занимаются очень, там, у нас очень плантации, очень много растений. Это вот северо-восток Индии, это богатые растения. Вот как раз на фармацевтику. Да. Поэтому они очень хорошо работают. И надеемся, что мы будем принимать, готовы принимать наших преподавателей, студентов в нашем университете. У нас есть где-то двух тысяч студентов в кампусе. Там два обстоятельства есть. Там живут где-то 450 студентов, девушки и мальчики. И в случае ваши студенты приезжают к нам, мы можем их туда посолить, в обслуживание. А преподаватели можем растения, у нас есть соседей. И у нас став кафедры, это где-то 130 преподавателей. Не очень большой, в количестве, но для и где-то нормальной. Нормальной. На две тысячи студентов 130 преподавателей. Они все штатные, да, в штате? Ну, у нас разные статусы, там, профессор, он доцент, и кто-то удалось. Ну, в принципе, мы готовы уже работать с штатным. Сотрудничество, не знаю, в каких обраслях мы можем начать работать. Но если вы поделитесь, я всегда готов, конечно, к студентам. И отправить наших специалистов и студентов вам в целый год временный, или как, в долгосрочной, или краткосрочной. Работать вместе с вашими студентами, в вашем центре России. И так и будет. Да, я думаю, я Александру Александровичу, Наталью Александровичу попрошу. Давайте вот серьезно отнесем. Это же реально в Павле. Давайте это сделаем. У нас интерес очень большой к Индии, конечно. Безусловно, присутствует. И у вас очень интересный университет, интересный набор дисциплин. Но вот гуманитарная наука, это, я думаю, один из факультетов, который может с нами сотрудничать. А вот у вас преподается информационная безопасность? Тоже. Есть. Вот это, конечно, тоже интересно. У нас же целый институт здесь информационной наукой, технологии безопасности. Поэтому он мог бы, безусловно, быть партнером вашего. Если есть интерес, а я думаю, просто не стерять нельзя ни в коем случае, надо это сделать. Я тоже просвежу. Помогите, пожалуйста. Вместе с Натальей Александровной. Я думаю, что это вполне возможно реализовать. И за приглашение наших студентов огромное вам спасибо. Мы примем участие, безусловно. Вот в этой работе очень важно и интересно. А вот скажите, пожалуйста, история Индии. Вот мы можем здесь историю Индии преподавать? Оттуда пригласить преподавателей и для наших международников историю Индии? Можем, да? У нас вообще была такая практика, чтобы приглашать? Ну, политологическая была практика. Там сложность заключается в том, что Индия, индийская сторона, она выписывает профессора из Индии, и она ему платит, не позволено ему получать наших денег. То есть она получает большие деньги от индийской стороны, а вставить его в сетку невозможно, поскольку... Днапа в сетку. Поскольку... Мы не можем его оформить. Да. И поэтому получалось так, что три профессора были, ну, они друг за другом, но не одновременно, вот, и они преподавали на моих часах. Ну, а спокойно получали от Индии. Да, от Индии они получали свое положенное, но мало. Потому что дело в том, что у меня не было чуть-чуть. А они могли бы, в общем-то, заполнить достаточно. Конечно. А вот университет не имеет такой возможности их принять, поскольку их запрещено получать деньги от российской стороны. Давайте продумаем вариант. Вот так и так. А у вас в центре есть часы? В центре? В центре нет. А на чьих? Международное отношение? Международное отношение Индии на юридическом. Давайте мы... Если договоренность с коллегами будут уже достигнуты, то есть мы можем, например, историю Индии, или политологические дисциплины. Вы создайте здесь, когда уже будет известна фамилия, и я помогу изверг этих часов, ни ваших личных, ни Иванова, ни Петрова, а просто иметь на документе этот резерв, каким-то образом складывающийся, когда они приезжают. Ну сколько? Ну 30 часов, 20 часов. Вполне достаточно. Это не так. Да, да. И мы можем потом пригласить и сделать. Наверное, какие-то варианты могут быть. Вот это законодательство у вас твердое. Индия платит, да, сама? Там заплаты, а не Индия платит. Это есть такая структура, ICCR, Indian Council for Social Relations. Вот. И вот, собственно, он выдает деньги, он платит, он приглашает это... Не университет. Нет. Вот, с университетом у нас может быть частный договор, в смысле, между университетом. И тогда мы можем, помимо этой структуры, как-то договариваться. Это уже один на один. Потому что, когда у индийцев со стороны посольства, это государство, в общем, политика, ну, софт-пауэр. И поэтому, вот, они в этом заинтересованы, но вот, кстати, мы все. Ну, понятно, сами оплачивать, чтобы... Да, конечно, не было никакого... Да, рассмотрим. Ну, вот, видите, это определенная комбинация. Надо учитывать. Я бы это поддержал. Мы бы это здесь сделали. Имея резерв часов, ваш профессор спокойно работает на индийские деньги, но он преподает здесь, а мы размещаем его в общежитии или в отеле, соответствующим образом тоже это оплачивать. Это вполне реально. Я думаю, да. Вот, вот, с нашей стороны, это было вот такие обязательства, потому что мы ему предоставляем часы, рабочее место и проживание. И кармальные деньги. А, нет. Нет, кармальные деньги. Все. Деньги это от имени, да? Ну, беззависимо, с вами можно договориться по-другому. И вот, допустим, мы предполагаем так, вот, если предпочтаем вот вас и коллегик к нам, на, вот, допустим, две недели или на неделю, мы обеспечиваем размещение, там место, рабочее место, и вот транспорт там местный, и какие-то кармальные деньги. Это мы делаем, да? Это нам. Это мы, мы там. И, а, это там, если вы тоже такие деньги, а зарплаты вот месяцные, они сами. Нет, нормально. Вот это вот как раз хорошо. Это мы можем сделать. Причем на месяц, вот, не так, как ICCR, они по-семейски. А здесь мы им даже дарим. Это короткие сроки. А здесь можно, да, две недели, месяц, там, я думаю, мы сделаем. Это очень хорошо. Это будет эквивалентно. Да. Эквивалентно. Да. Очень хорошо. Еще у Кандарта Джей было предложение, поскольку сейчас набор языковой группы индийский произошел, и там человек 15 есть, чтобы, когда мы в очередной раз поедем на северо-восток, от сам это северо-восток, вот, чтобы на базе его университета организовать для студентов, по сути, это лингвистов, изучение оссамского языка, который для этой части Индии, ну, там, во многих штатах этой части говорят на северо-востоке. Но она отличается. Он очень близок к денгальскому. Денгальск. Да, денгальская группа, это индоимблогические языки, да. Индии, денгальские. Ну, там у нас еще есть, там, там же очень много племен, и там где-то больше ста языков. 212. 212. Это на северо-востоке профессии. А васами там где-то у конбольчих. Да, да, нет, васами именно. Вот на северо-востоке Индии это вот 212-212. Ну, конечно, это интереснейший. Да, поэтому... Ну, каждый, ну, 150 километров уже другой диалект. Другой диалект, да. Потрясающе, конечно, интересное. А вот сейчас это напомните мне, индийская группа специализации наших студентов. Это у лингвистов только? Пока только у лингвистов. У лингвистов. И политологии не набрали. Не набрали. 15 человек, да? Да. Полноценно все нормально. Ну, вот сейчас Индии, почему ее нет? А мы смотрим за макритом. Ну, она там вообще, насколько я помню, всегда, да? Ну, да. Ну, вот сейчас набрали группу специальную. Ну, вот. Ну, мы делаем. Очень хорошие платы. Очень хорошие. Ну, я очень рад. Очень рад. Какие еще нам надо вопросы перед подписанием обсудить? Вам слово. Ой, извините, я вас перебил. Наверное, еще что-то вы хотите? Нет. Нет, вопросов нет. Ну, давайте вот, Александр Александрович, нам еще про Индию расскажет, что ли? Ну, а что я могу рассказать? Просто последние годы, вот, с помощью Кандарта Джи, когда он был и сотрудником университета Гуахаки, и потом вице-канцлером, который был шректором открытого университета дистанционного, и сейчас вице-канцлером, ну, у нас очень приобретается большой интерес к северо-восток Индии. Именно потому, что северо-восток Индии не похож на другие части Индии, это связующий коридор между Индостаном и Юго-Восточной Азией, то есть, вот, в эти страны, Бирма, Тайвань, вот, и там проживает много народов, сино-тибетской группы, огромное количество племен, я уже говорил, больше 200, вот, и изучать их одно, ну, это для исследователей, конечно, это очень невидимый, то есть, это можно каждый год проезжать, каждый год открывать новую, новую, и огромную помощь вам оказывают в данном случае, в наших повествиях, в наших клиниках, и вот этот наш договор, он будет очень, очень кстати для обеих наших сторон, тем более, что позиция Кандарха Джи предполагает, что мы можем рассчитывать на существенную помощь со стороны не индейцы, со стороны Ихма, и самая со стороны И даже вот решать эти вопросы, вот эти карманные деньги, вот эти сюжеты, ну, просто их решать, самым натуральным образом. Да, причем не оглядываясь на посольские они тоже правильно делают, мы все это мы не критикуем, а просто ищем новые пути для взаимодействия. Идите, ищите. Вот, собственно, поэтому еще раз огромное спасибо. чем я предлагаю и когда-то тоже развивать это, не останавливаться на меморандуме о взаимопонимании, а приближать новые договоры, уже конкретные, вот, и, соответственно, прописывать в них то, о чем это будет, что бывает. Ну, по условиям обмен студентов и преподавателей. Да, да. Вот, конечно, может быть не так вот прямолинейно история Индии, хотя нам это тоже очень интересно, но они, наверное, сильная очень политология, политические учения, припочтение. Другой взгляд на предмет. Это тоже интересно. Вот это бы нам интересно. У нас есть факультет политологии, учречения, интересно, мало знают у нас, мало, к сожалению. Мне так там весело оставить, чтобы все ясно. У нас все съемки есть кафедра сэкологии. Вот у нас очень... У нас есть кафедра сэкологии? Да, все тут сэкологии. У них есть, да? Вот так вот. Кафедра сэкологии. У нас институт очень большой. 100 человек преподавали. Да, это институт. Ну, там, где все были, я думаю, до этого в Народном университете студенты были, в Буговске. А вы видели, какая у нас музейная экспозиция? Это мы совсем недавно сделали. Это наши ученые, которые создавали фундамент Эргоги, его основу. Конечно, уже многих нет в живых, но мы их память чтим. Это и университет народный имени Шанявского, начиная с этого времени. Конечно, историко-архивный институт, созданный на его базе РГГУ, значит, государство гуманитарного университета. Очень сложно было этот музей создавать. Многое стало забываться уже, как-то так. никогда этого не было в таком объеме, поэтому нам очень важно это для студентов, которые знакомятся. Первый курс, когда они сюда приходят, они сразу начинают понимать, что университет имеет историю в своей традиции. Очень важно. Ну, если у нас нет другого, давайте мы тогда поднашим соглашение. Может быть, ваши коллеги хотели бы выступить? Нет. Вот эта ручка, да? Да? Спасибо. Еще один. Друзья, да? На двух языках, да? На английском и на русском. Так, вот это положение вот. А где дальше печать? 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 А где дальше печать?